Какое величественное небо! Оно словно придавлено тяжестью облаков. Кажется, что оно висит над дорогой и вот-вот рухнет вниз. Всем привет! Вы на канале Двое в пути. И с вами мы, я Ирина и мой муж Алексей. Всем привет! В самом начале осени природа необычайно красива. И этим погожим сентябрьским деньком мы снова выбираемся на природу. И не куда-нибудь, а на наш местный узбасский горнолыжный курорт Шерегеш. Ну и естественно мы едем не кататься на лыжах, а любоваться на осеннюю природу. Дорога из Новокузнецка до Шерегеша составляет примерно 2-2,5 часа. В зависимости от того, с какой скоростью вы будете ехать. Мы же никогда никуда не спешим. Едем тихо, размеренно, любуясь красотой по сторонам, делая частые остановки. В общем, оставайтесь с нами. Осень еще не тронула деревья. Лишь чуть пожухла трава. Еще тепло, как летом. Но воздух все же уже свеж и прозрачный. Большое слабое заболевание под Tiere. Мы не голодны, но приезжаем. По традиции, все же сделаем остановку в реке Мундубаш возле кафе. Не для того, чтобы пообедать, а для того, чтобы сфотографироваться, посмотреть на красоту природы возле этой реки. А, знакомый с яиц. Где он там пипятит? Где он там? Мы сидим в здесь, где он там. Иди сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Чем ближе мы приближаемся к горной шоре, тем более выразительной становится природа Более гористая местность Немного изменилась растительность Лиственные леса разбавились хвойными деревьями И вершины елей и сосен своими темно-зелеными верхушками красиво украшают эти горы Сколько неповторимых красок, цветов и оттенков И это еще не золотая осень Представляете, какое буйство здесь творится золотой осенью? Субтитры создавал DimaTorzok Дорога на Таштагол пошла прямо Мы же в районе поселка Чугунаш повернули налево, где нас встречает 27-метровая часовня Возведена она в 2010 году в память о бузниках ГУЛАГа Которых при строительстве рудников и железной дороги еще в 30-е годы погибло здесь очень и очень много До поселка Шерегеш остается примерно 16 километров Облако нависло, как еще одна гора Такое тяжелое, доливное В одном месте, где облако сходится с землей, похоже идет дождь И вот впереди показался сам поселок Шерегеш Подножие гор В Шерегеш мы приехали на два дня Здесь мы сняли двухэтажный коттедж под названием Шале Монблан Где нас гостеприимно встретили общительные хозяева И пока хозяин проводил нам ликбез о правилах проживания в этом коттедже Я немного сняла этот коттедж снаружи Местечки Шамани завидовали нашим рязным, сказали А нас французские жандармы из-за непогоды не пустили на восхождение Французы жадные Более подробный обзор этого отеля я сниму отдельным видео Ой, как тут свежо, хорошо Проснусь утречком, пора В доме есть все необходимое для комфортного и беззаботного проживания Большая просторная гостиная Очень красивая современная кухня Есть вся необходимая посуда Хозяева предложили нам два казана на выбор Большой и маленький Есть посудомоечная машина Микроволновая печь Холодильник, духовка Чайник и термопод Итак, мы поселились в двухэтажном коттедже Площадью 180 квадратов Выполненным в едином альпийском стиле С красивым названием Шале Монблан Названный так в честь восхождения хозяина На гору Монблан Расположенную в западных Альпах Кстати, Монблан достигает высоты 4800 метров И является самой высокой точкой Европы Камин можно включить и для подогрева И просто для антуража Ну и как русскому человеку без застолий И без вечерних посиделок под гитару Моё лекарство и спасенье это ты Я без тебя блуждаю в гемнях пусто В твоих руках я не спасен И лишь тебе моё спасенье Моё лекарство и спасенье ты Скоро дожди совсем утихну Но не уйдёт печаль Станет небелая подниха И грусть тишит в лайн И рассветёт ажурной пеной Моё окно И молодой жизни белого дерева Но это будет так темно Моё лекарство и спасенье это ты Я без тебя блуждаю в гемнях пустоты В моих руках я не спасен И лишь тебе моё спасенье Моё лекарство и спасенье Да, на эти два дня мы совсем забыли О всех диетах и правильном питании И от души, без зазрения совести Придавались гастрономическим оргиям и чревоугодию Надо водички ещё, наверное, добавить Да, сейчас Я, по-моему, принесу Подвыпарилась, да И последний штрих Вот такое шикарное восточное блюдо Из баранины мы любим готовить на костре Это блюдо называется демляма Я сделаю отдельное видео С описанием, как его готовить Гора Зелёная встретила нас Отличной, почти даже летней погодой Великолепным пейзажем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какое-то окно Окно куда-то Субтитры создавал DimaTorzok И как сказал Владимир Семёнович Высоцкий Лучше гор могут быть только горы На которых ещё не бывал А мы прощаемся с вами С вами были Алексей и Ирина Всего Вам доброго До новых встреч!